Всем привет! Меня зовут Евгений Галицкий и сегодня я вас познакомлю с интереснейшей игрой Клауса Юргена Реда под названием Carcassonne. Эту игру знают во всем мире, она неоднократно становилась лучшей настольной игрой в разных странах. Но для начала у меня есть вопрос, давно ли вы были во Франции? Что, ни разу? Тогда давайте прямо сейчас отправимся туда, но во Францию не современную, а средневековую, романтичную и такую притягательную. А точнее, мы отправимся в южную провинцию Лангедок, где со времен Древнего Рима стоит крепость Каркасон, прославленная во многих битвах. Я вам больше скажу, этот регион мы будем строить вместе и соревноваться за победные очки. Базовая версия игры Carcassonne продается вот в такой синей коробке. Откроем ее и внутри мы увидим. Картонные квадраты с изображением ландшафта, на котором будет разворачиваться игра. Эти квадраты называются тайлами. Дорожку для подсчета очков. Так удобнее, чтобы не держать все в уме и не записывать. Фишки подданных разных цветов. Эти фигурки называются миплами. Мипл — это сокращенно от английского «my people». И, конечно же, есть довольно подробная инструкция с примерами и иллюстрациями. Ну, как видим, элементов в игре не слишком много, поэтому разобраться, что к чему, будет довольно просто. Ну что, начнем строить Францию. Игроки разбирают миплов своего любимого цвета, одного из которых они помещают на дорожку. Тайлы выкладываются рубашкой вверх и перемешиваются. Игра начинается с того, что мы находим первый тайл. У него черная рубашка с изображением светлой буквы. Этот тайл мы выкладываем на стол. Первый игрок берет произвольный тайл из кучи и присоединяет его к стартовому. Таким образом, чтобы, как по принципу домино или пазла, получался гармоничный пейзаж. То есть, дорога к дороге, поле к полю, а замок к замку. Следующим действием игрок может выбрать, куда поставить своего мипла на присоединенный тайл. Если он поставит его в город, тогда мипл становится рыцарем и начинает строить город и править в нем. Если мипла поставить на дорогу, тогда он становится разбойником и начинает контролировать эту дорогу. Ну а если в поле, то он становится крестьянином и начинает кормить все близлежащие города. В поле крестьянина по традиции не ставят, а кладут. Далее ход переходит к другому игроку, который достает любой тайл из топки. Этот тайл нужно присоединить к карте так, чтобы она продолжалась и расширялась. Например, дорогу можно либо продолжить, либо закончить перекрестком, городом или монастырем. Нельзя, чтобы дорога упиралась в поле или недостроенную часть города. Когда дорога завершена, контролирующий ее игрок получает по одному очку за каждый тайл, по которому проходит эта дорога. В данном случае 5 очков. Раз, два, три, четыре, пять. И передвигает своего мипла по шкале. Разбойник же сделал свое дело, он снимается с карты и присоединяется к миплам в запасе. Город или замок считается полностью достроенным, когда все его стены замкнуты и внутри нет пустых мест. Вот как здесь. Тогда игрок, который построил этот город, получает по два победных очка за каждый квадрат его составляющий. И отдельно по два победных очка за каждый щит в этом городе. Монастырь считается завершенным, если со всех сторон он окружен тайлами. Тогда его владелец получает девять победных очков, а монах, соответственно, отправляется в запас. Что касается крестьян, то они остаются лежать в поле до самого конца игры. Они получают очки за достроенные города в пределах его поля. А поле ограничивается дорогой, стенами города, либо непосредственно краями самого поля. Вот, например, в этой ситуации зелененький крестьянин получает шесть очков. Три очка за один город на его поле и три очка за другой город на его поле. А желтый крестьянин получает всего три очка, потому что на его поле находится только один достроенный город. Этот не достроенный. Нужно учитывать, что миплов ограниченное количество, поэтому распоряжаться ими нужно с умом. Не обязательно ставить человечка в каждый ход, потому что они могут быстро закончиться, так как им нельзя покинуть город, дорогу или монастырь, пока они не завершены. В таком случае придется ждать, пока будет достроен тот или иной объект, чтобы освободить мипла и отправить его осваивать новые территории. Все достижения миплов на недостроенных объектах оцениваются после окончания игры. Когда больше не остается неприсоединенных тайлов, игра объявляется законченной и начинается финальный подсчет очков. Их можно подсчитывать в порядке того, как ходили игроки. Побеждает, естественно, тот игрок, чьи миплы принесли максимальное количество очков. Однако ваших соперников может подстерегать сюрприз. Если в течение всей игры вы отставали, то при финальном подсчете очков вы можете вырваться вперед и стать победителем. Научиться играть в Каркасон совсем несложно, а сам игровой процесс проходит динамично и интересно. А ведь кроме базовой версии игры есть еще дополнение, расширение и целые тематические издания. Кстати, в этом году впервые в России пройдет отборочный этап чемпионата мира по Каркасону, а его победитель отправится в Германию на мировой финал. Присоединяйтесь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова